Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Пишут о том, что помощница Аллы Пугачевой проинформировала о тяжелой болезни 74-летней певицы. И вот что, собственно говоря, пишут. Ее помощница Любовь Аксенова, партниха, рассказала, что же случилось с певицей. Аксенова познакомилась с Пугачевой в начале 80-х годов. Тогда Алла Борисовна только начинала свою певческую карьеру. Муж Аксеновой работал врачом, и Алла Борисовна была его пациенткой. То есть у нее эти проблемы, вот почему она еле ходит, с молодых лет, собственно говоря, и партниха не просто так это появилось. Пугачева была пациенткой ее мужа. Потом Пугачева пишет, что попросила у женщины помощи с нарядом для важного мероприятия. Артистке понравилась работа Аксенова. Певица начала заказывать у нее одежду. По словам помощницы, значит, Пугачева певица нередко выходила на сцену с болями. У нее левая нога, говорит Аксенова, болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь, босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим. С годами проблемы с ногой все больше давали себе знать, пишут СМИ. Недавно были опубликованы кадры, где 74-летняя певица вышла с сыном Гарри из монастыря на Кипре. Было видно, что Пугачева еле передвигалась. Друзья, на самом деле видно, что она очень тяжело наступает. Поступ очень тяжелый. Но вот вы знаете, частотность публикации за последние несколько дней относительно посещения церквей, монастырей, болезней и так далее, удивляет. Почему? Потому что складывается ощущение, что формирует некий такой образ, не образ, а жалости, вызывает жалость у людей. То есть последний приезд, видимо, и власть имущие отвернулись, и люди-то, в общем-то говоря, мы сегодня с вами еще поговорим, она возглавила антирейтинг. И какая-то вот эта жалость в этих всех публикациях. И, вы знаете, вызывает вопрос, конечно, еще, когда говорят про посещение церквей, все-таки, насколько мне известно, при переезде в Израиль, вот она венчалась, например, да, там есть какой-то момент, связанный с вопросом, что о вере. То есть там надо быть или развенчаны, или что-то такое. А у нее, по-моему, этот обряд не проводился. То есть тоже вопросы. Вы понимаете, везде вот как-то вот так. Не вот есть мнение, и вперед. Мне всегда казалось, что она человек, который, вот имея это мнение, с открытым забралом идет, говорит, собственно говоря, нет, я вот вижу, что это не так. Друзья, что вы думаете на все еще? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном, комментарий в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников. Все самое интересное в одном месте. Это телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Друзья, и на Рутюбе тоже есть, на платформе Рутюб канал Будда Гришна. Подписывайтесь там тоже. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.